Ребята, всем привет! Сегодня мы продолжаем с вами разбирать седьмой модуль учебника Spotlight за восьмой класс. И переходим к рубрике Culture Corner «Культурный уголок». И сегодня нам предлагается прочитать о Trinity College in Dublin. Это колледж троицы в Дублине. Но, как вы знаете, обычно название не переводится, и его так и называют Trinity College. И давайте обратимся к первому заданию. Как следующее относится к колледжу Trinity? Пробегитесь по тексту глазами, чтобы выяснить. То есть, scan – это как сканирование быстро, когда вы должны пробежаться по тексту. Jonathan Swift, Samuel Beckett, Arts and Humanities, Oscar Wilde, 1592, 17th century, Book of Kel. То есть, Джонатан Свифт, Samuel Beckett, искусство и гуманитарные науки, Oscar Wilde, 1592 год, 17th century век и Келлская книга. Ребята, и далее задание второе. Read the text and fill in the missing words. Compare with a partner. Прочитайте текст и заполните пропущенные слова. Сравните с вашим партнером. Итак, ребята, мы по ходу чтения текста сейчас с вами выполним и первое задание тоже. Давайте начнем. И как раз таки вставим слова. Если спросить, что Джонатан Свифт, Oscar Wilde и Samuel Beckett имеют общего, большинство людей правильно ответят, что они известные писатели. Но вы знали, что они все выпустились из самого старого и престижного университета в Ирландии? То есть, ребята, здесь мы вставляем с вами, во-первых, did, потому что это вопрос, знали ли вы, да? И затем во втором мы с вами вставляем most, то есть это степень сравнения прилагательного, prestigious, престижный, самый престижный. Далее, то есть на первый вопрос сразу посмотрим, да, как это относится к тексту. Мы можем сказать, что Джонатан Свифт, Oscar Wilde и Samuel Beckett, они у нас graduated from Trinity College, да? Они выпускники Trinity College в университете в Дублине имеет интересную историю. The university was founded in 1592 in the heart of Dublin, the capital of Ireland. Итак, was founded, ребята, вставляем с вами слово was. Университет был основан в 1592 году в сердце Дублина, столице Ирландии. То есть у нас тоже есть эта дата, да? Ну, то есть мы можем сказать, что the university was founded in 1592. Далее. Так. At first, то есть мы вставляем слово first, в начале. At first, everything went well, and the university grew slowly. Итак, в начале все шло хорошо. Университет рос медленно. Then, in the middle of the 17th century, life at the university became difficult because of two wars in the country. Затем, в середине 17 века, жизнь в университете стала трудной из-за двух войн в стране. Итак, ребята, и мы должны с вами вставить слово because. Of course, because, да? То есть там тоже у нас есть в первом задании 17 век, можем сказать. In the 17th century, life became difficult in the university. Итак, далее. Fortunately, the university survived. And from then, many wealthy families began to send their sons there for a good education. Итак, ребята, мы вставляем предлог on, да? Да, он из двух букв, да? Потому что имеется в виду продолжение. С того момента, да? К сожалению, университет выжил, и с того момента многие богатые семьи стали посылать своих сыновей туда для хорошего образования. И так, ну, здесь мы вставляем all, конечно же. Сегодня Trinity College находится среди 40, ну, входит в топ 40 университетов в мире. Искусство и гуманитарных наук. И он привлекает студентов со всех континентов. Далее. Это также один из ирландских ведущих исторических мест, ну, то есть первых лидирующих, да? Итак, давайте по очереди. Он имеет уникальную красивую библиотеку, которая, that, да? Которая содержит 4.25 миллиона книг, включая книгу, келлскую книгу. И мы вставляем one. Девять десятые. Одну из самых ценных средневековых книг в существовании. Около полмиллиона туристов приезжают посмотреть на эту книгу в библиотеке каждый год. Это поистине великолепный университет. То есть, ребята, Arts and Humanities, это у нас к чему относятся? К тому, что это у нас университет, да? В котором изучают искусство и гуманитарные науки. Ну, или в Trinity College, да? Можно сказать, что Students study Arts and Humanities in Trinity College. И последняя книга кельтов. The Book of Kels is one of the most precious medieval books, да? Одна из самых ценных средневековых книг, which you can find in Trinity College, которую вы можете найти в Trinity College. Итак, ребята, а теперь мы с вами перейдем к заданию третьему. Listen and read the text again. Послушайте и прочитайте текст снова. What do these numbers refer to? К чему относятся эти номера? 40 and 4.25 – 40 и 4.25. Итак, мы можем сказать, что Trinity College is among the top 40 universities in the world for arts and humanities, да? Входит в топ 40 университетов, в которых изучаются искусство и гуманитарные науки. И 4.25 – это 4.25 млн. books, contains… Или так, Trinity College's library contains 4.25 млн. books. Библиотека Trinity College содержит 4.25 млн. книг. Итак, ребята, и переходим к четвертому заданию. Ребята, а между тем, пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потеряться. Смотрите, читайте «Контролистское привидение» вместе со мной. Можете найти его в плейлистах. Это книга для восьмого класса, для внеклассного чтения. И обязательно переходите на учебник Spotlight 9 класс, так, чтобы подготовиться лучше к новому учебному году. Итак, четвертое. «Match the highlighted words in the text to their meaning». Соедините выделенные в тексте слова с их значением. Итак, у нас даже тут даны параграфы. «Ансэ» – ответ. «Год their degree» – получать образование. И «импортант» – важный. Это то, что касается вот первого параграфа. Ну, ответ «Ансэ» – это «reply». Извините, «reply» – важный. Это «prestigious» и получать образование «graduated». «Выпускаться». Выпустились, получили образование. Далее, ребята. Параграф третий. «Bringes» – приносить. «Manage to get through». Так, давайте третий пока. «Bringes» – приносить. Это у нас с вами. Так, ну, это «attracts». «Bringes» – это «приводить», «приносить», «привлекать». «Attract». Итак, ребята. «Manage to get through» – это «svive» – «выживать». Да, параграф второй. Далее, «started» – «начинать». Это у нас «founded» – «был основан». Далее, «rich» – тоже из второго параграфа. Это «wealthy» – «богатый». Так, далее «valuable» и «most popular» – это третий параграф. «Valuable» – это «precious» и «most popular» – это «leading». «Leading». Окей, ребята. И теперь мы переходим к пятому заданию. «Tell your partner three interesting facts about the college you remember from the text». Расскажите вашему партнеру три интересных факта о колледже, которых вы помните из текста. Ну, да, ребята, это очень легко. Вы можете сказать, что… Для меня, например, было интересно, что… «Jonathan Swift, Oscar Wilde and Samuel Beckett graduated from Trinity College». Да, все они выпустились из Trinity College. Дальше. Вы можете сказать, что… Вы можете также сказать о книге, да, то есть, во-первых, в топ-40 университетов, и можете сказать, что… «The library of the university contains the book of Kells, one of the most precious medieval books in existence». Окей. То есть, библиотека университета содержит Киевскую книгу. И, ребята, теперь мы с вами переходим к шестому заданию. «Think of one of your country's best universities». Подумайте об одном из лучших университетов вашей страны. «Collect information». Соберите информацию. «Then write a short article about it for an international school magazine». И затем напишите краткую статью об этом университете в международный школьный журнал. «Write». Напишите its name – имя, location – место, when founded – основан, когда, history – история и interesting facts – интересные факты. Итак, ребяток, я вам, конечно же, предлагаю написать об МГУ. Вы можете найти очень много фактов о нем. Или о том университете, куда бы вы, может быть, уже хотели поступить. Ну, давайте прочитаем, что примерно вы могли бы написать. Конечно, этот текст должен быть с вами как-то дополнен, переделан и написан немного по-своему. Итак, «Lomonosov Moscow University is one of the largest universities in Russia». То есть, Московский государственный университет имени Ломоносова – это один из самых больших университетов в России. «It is situated in Moscow on Sparrow Hills, one of the most beautiful places in the city». Он расположен в Москве на Воробьиных горах. Я не уверена, что вообще название Воробьиных горы стоит приводить, ребята, но окей, пусть будет так, да? Это одно из самых красивых мест в городе. «It was founded on January 25th, 1755. Now it is one of the most prestigious universities in Russia». То есть, он был основан 25 января 1755 года, и сейчас это один из самых престижных университетов в России. Итак, главное здание было самым высоким зданием в Европе до 1988 года. И, ну, центральная, центровая башня, ну, говорят, что там всего 33 километра коридоров и 5000 комнат. Initially, there were… Так, ребята, вот тут мы немного поправим. Only three faculties in the university. Изначально в университете было только три факультета – philosophy, medicine and law. Философский, медицинский и, то есть, значит, законодательный, да, посвященный закону. Юридический, извините, юридический. It has a total of 29 faculties and 15 research centers. То есть, сейчас там 29 факультетов и 15 исследовательских центров. It has 4000 teaching staff and 31000 students and 7000 postgraduates. То есть, там 4000 человек преподавательского состава, 31000 студентов и 7000 аспирантов. Друзья, это все. Пожалуйста, обязательно подписывайтесь на канал. Встретимся с вами в продолжении разбора седьмого модуля. Всем удачи, счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok